Всем привет! Я надеюсь, меня слышно. Я думаю, что все хорошо, поэтому давайте я представлюсь, расскажу немножко о себе, а потом расскажу о том, о чем хотелось бы с вами поговорить и почему, а потом оставим время на вопросы и ответы. Я решил, что специально не буду готовить для вас презентацию для того, чтобы у нас получилось как-то более детально проговорить краткую вводную часть и потом переключиться больше на интерактивный момент. Вас много, я уверен, что среди вас вы сможете сгенерить отличные вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Я в ДТАРТе уже 9 лет. Я пришел в ДТАР 2011 году в Воронеже и стал работать менеджером проектов. Как менеджер проекта я отвечал за то, что то, что мы пообещали заказчикам, мы выполним, и при этом попадем в бюджет, попадем в обещанные сроки и сделаем это с наивысшим качеством, которое мы сможем сделать. И в течение какого-то времени у меня появился портфель из проектов, в которых я выполнял эту функцию и функцию взаимоотношения на уровни взаимодействия с клиентом целиком, а не только проекта. Мы разговаривали с ними о других проектах, мы думали, делали какие-то прототипы. И в какой-то момент мне предложили внутри ДТАРТа переехать в Нью-Йорк и перейти в роль engagement менеджера. Engagement менеджеры внутри ДТАРТа отвечают за отношения с клиентом в целом и за развитие этих отношений так, чтобы один проект плавно перетекал в другой, чтобы мы находили новые области, в которых мы можем клиентам помогать, для того чтобы мы помогали их бизнесу расти. Потому что, если мы это делаем, то клиенты с нами будут хотеть продолжать работать больше и расширять наш бизнес с ними. В Нью-Йорке я пожил примерно год. Я в этот момент, в Нью-Йорке было у нас около 25 человек. И это было очень хорошее погружение в то, как живет офис, клиентоориентированный, в который приходят клиенты, с которыми мы взаимодействуем. А потом я переехал в Вирджинию Бич. В Вирджинии Бич мне посчастливилось работать с руководителем тревел-практики Грегом Аббадом, вместе с которым мы работали и развивали бизнес-направление тревел и туризм внутри DataArt. Как вы, возможно, знаете, DataArt специализируется на нескольких вертикалях. Примерно с 2013 года я преимущественно работаю с Travel. И пока я находился в Вирджинии Бич, моя роль начала плавно меняться и фокус начал переходить не только на клиентов, но и на стратегических партнеров, с которыми мы взаимодействуем. В частности, Sabre, но в последнее время еще и провайдеры, которые занимаются облачными сервисами. То есть это Google Cloud Platform, AWS и Microsoft Azure. И когда я переехал в Техас чуть больше года назад, мой фокус совсем туда переключился. И сейчас я занимаюсь тем, что формирую вместе с нашими командами, которые работают здесь и на селл-стране, и командами, которые работают по всем нашим продакшн-офисам и занимаются research and development, предложения для наших клиентов, которые взаимодействуют с этими платформами. Конкретно в области туризма и путешествий. Очень интересная работа, потому что приходится анализировать и то, что происходит в рынке, и тренды, и то, что доступны и есть технологии, и то, что мы можем и делаем хорошо. И пытаться на пересечении всего этого найти что-то, что будет уникальным конкурентным предложением того, что мы можем принести к потенциальным клиентам. Я вам это рассказал, потому что, мне кажется, что, зная мой контекст и мой бэкграунд, вам будет проще или интереснее подумать над какими-то вопросами, которые связаны именно с моим карьерным путем, так и с тем, с чего я касался и что я наблюдаю. Вот. Я вижу, что уже начали приходить вопросы. Что для меня такое IT-сфера и почему для меня лично это интересно? Я считаю, что IT сейчас – это не что-то отдельное, что живет как технология. Это то, что является естественной составляющей большинства бизнесов. Сейчас нельзя разделять то, что есть бизнес и есть IT. IT делает что-то свое, а бизнес делает что-то свое. Мы сейчас во всех областях стараемся выделить те вещи, которые нужно и можно автоматизировать, и автоматизируем это для того, чтобы высвободить больше времени на то, чтобы оставлять человеческий фактор. И вот это вот сочетание, то, что уникально человеческое, и то, что люди делают как взаимоотношения друг с дружкой, и то, что достаточно механическое, автоматизировано, или то, что можно вообще исключить из процесса, оно меня невероятно привлекает, потому что оно позволяет нам сфокусироваться на общении. И, собственно, про общение и про то, как нам эффективнее взаимодействовать друг с другом и с тобой тоже, я хотел с вами поговорить. Смотрите, я тут пока буду вам сейчас рассказывать несколько историй. Я буду упоминать разные ресурсы, разные технологии, приложения. Я подготовил список, который мы вам пришлем в Telegram для того, чтобы вам просто не пытаться сейчас идти и искать в поисковиках. У вас будет шпорталка, и плюс, если вдруг что-то я забыл в этот список включить, вы не стесняйтесь потом спросить, я помогу найти концы от всего того, что я упоминаю. Так вот, когда мы говорим про коммуникацию асинхронную, я здесь думаю о трех разных подходах к этому. Первый – это асинхронная коммуникация с собой. Она – это во времени. В какой-то момент вы можете что-то записать, как, например, сейчас какие-то идеи у вас есть, могут появиться во время того, что я вам рассказываю, или то, когда Катя рассказывает, или то, когда вы будете слушать презентации моих коллег, которые будут вам рассказывать какие-то интересные технические вещи. У вас могут возникать вопросы, у вас могут возникать мысли, или у вас могут возникать идеи. Записывая их сейчас, вы можете ими воспользоваться в будущем и на базе них построить себе какой-то путь или развитие. Но у меня есть куда более практическая для меня и личная причина, почему я пишу. И я хотел бы ей поделиться с вами. Когда-то в 2007 году Скотт Адамс – это создатель комиксов про Дилберта. Он написал пост по совету по карьере. И там он сказал о следующем. Если вы хотите, чтобы у вас была удивительно классная карьера, у вас есть несколько способов это сделать. Первый способ – это стать лучшим в мире в чем-то одном. Но вероятность того, что вы в этом преуспеть, она достаточно низкая, потому что статистически просто очень тяжело и вы должны быть сильно лучше, чем остальные. Другой вариант, который он рекомендует – это стать очень хорошим в двух или в трех вещах. И он дает пример себя как человека, который неплохой юморист, хороший художник и человек, который понимает бизнес. И вот эти три направления позволяют ему создать очень популярный комикс про жизнь офисных работников, конкретно в IT. Я считаю, что одним из векторов развития для вас, и тут это уже просто как общая рекомендация, это софт-скиллы и эффективная коммуникация. И в современном мире, в том, когда мы распределены по разным офисам, работаем из дома, и все больше компаний переходит на распределение состояния, письменная коммуникация имеет все больший вес, и письменная коммуникация в большом плане. Для меня письмо начинается с того, что я так собираю информацию. И какое-то время назад я стал думать вслух, ну как вслух, печатая что-то для себя или записывая что-то в блокнот. DataArt, когда общается с клиентами, мы, как правило, не начинаем с технологий. Мы приходим и пытаемся решить бизнес-задачи. И, как это, следуя совету Скотта Адамса, у нас тоже есть сочетание навыков. Мы очень сильны в инженерных навыках, у нас прекрасные специалисты. Мы замечательно умеем вести проекты достаточно большие и сложные, когда у нас есть несколько команд. Но вот эти два преимущества, они еще дополняются пониманием индустрии. И так как я часто один из тех людей, с кем потенциальные заказчики говорят, среди первых людей, с кем они говорят, DataArt, для меня очень важно понимать и следить за тем, что происходит в индустрии. Не просто знать, какие игроки есть, и кто за что отвечает, и какие системы, и как они взаимодействуют друг за другом, но и также вести актуальные. И сейчас мой процесс примерно следующий. Я слежу за двумя основными новостными источниками. Есть Skip и FocusWire. Это два новостных источника, которые говорят про все, что связано с travel и туризмом. Я каждый день выбираю по одной статье, всего по одной, и я очень внимательно читаю. И когда я говорю «внимательно читаю», это значит, что я оттуда пытаюсь выделить следующее. Я пытаюсь выделить факты, я пытаюсь задать себе вопросы, а что из этого мне непонятно. И третье – это я на основании того, что прочитал, пытаюсь выделить какие-то идеи. Эти заметки потом идут в различные системы внутри моей системы заметок. Факты – я перетаскиваю в свою систему интервального повторения. Если вы не знаете, что такое интервальное повторение, пожалуйста, я вас умоляю, сходите и посмотрите. Space Repetition – я очень жалею, что в студенческие годы мне про это никто не рассказал. Потому что это система, которая позволяет вам минимизировать усилия на запоминание какой-то информации навеки. Фактически вы начинаете контролировать то, что вы помните факты. И вот в области доменных знаний, понимания каких-то фактов о каких-то игроках, об относительных размерах, о том, кто кого купил, когда, кто где, когда работал, и как эти тренды взаимодействуют, они иногда бывают очень важны. Я использую конкретное приложение Anki, которое бесплатное для того, чтобы синхронизироваться вокруг и понимать, что происходит в мире тревела. А вопросы и идеи, вот как раз они потом начинают создавать информационный поток, который совершенно случайно, через неделю, через месяц, через полгода после того, как я это прочитал, всплывает в разговоре с заказчиком и является интересной темой для разговора или тем, что в конечном итоге позволяет людям решить, что они хотят с нами работать. Поэтому, завершая вот эту часть разговора, мне бы хотелось вам очень порекомендовать уже сейчас тренировать свои навыки ведения заметок, потому что это не только для университета и не только для учебы. Это продолжается и после университета, и оно является важной составляющей вашей работы. И второй момент здесь. Когда я прочитал вопросы, которые вы задавали в рамках подготовки к этому выступлению, я обратил внимание, что очень много вопросов про технологии, про тренды, про soft skills, и очень мало вопросов про домены какие-то, которые связаны с работой, с индустриями, которые взаимодействуют. И так как есть вот эта очень честная связь между технологиями и бизнесами, моя рекомендация для вас – это начать смотреть в какие-то индустрии, которые вам могут быть интересны. Это могут быть финансы, это может быть здравоохранение, это может быть travel. И начинать получать контекст, потому что, по моему опыту, те, кто лучше понимает, что происходит и зачем мы пишем тот софт, который мы пишем, они намного быстрее растут, развиваются, они доносят намного более качественную работу, и они получают больше удовольствия от своей работы, потому что они понимают, какой вклад они делают. Теперь я бы хотел вам поговорить немножко еще про взаимодействие с командой. Возвращаясь к вашим вопросам, которые были в подготовке, это про то, как организовываются работы в команде. Есть такой замечательный документ, он появился в 2019 году, летом. Тут такая история. Я в июне прошлого года поехал на небольшую конференцию от Atlassian. Atlassian устраивал Atlassian Team Tour. Это серия небольших конференций по разным городам, где выступали их CIO, и это Chief Information Officer. И другие представители команды рассказывали о том, какие тренды они видят, как они видят взаимодействие работ. И один из людей, который там выступал, был аналитик из Forrester, который рассказывал о том, как меняется работа в мире произведения какого-то цифровых технологий. Либо это цифровой контент, либо просто перевод работы из физического мира в цифровой, когда мы больше не носим бумажки, а что-то записываем. И я с ним поговорил после выступления, и он сказал о том, что он вместе с Open Group, это организация, которая занимается стандартами, готовит новый стандарт, который называется Digital Practitioner Body of Knowledge. Есть похожие документы вокруг бизнес-аналитики, есть по поводу project management. Вот этот документ, он говорит о том, как современные компании делают IT. И этот документ смотрит на разные организации, которые это делают в четырех разных контекстах. Первый контекст – это фактически стартап, когда есть только один основатель или, может быть, два основателя, они вместе работают, у них очень тесная работа, и там фокус на продукт. Второй контекст – это когда эта организация расстраивается до команды, и там тогда уже начинаются проблемы, а как нам организовать работу, а как нам быть более эффективными, а как нам дальше думать о том, как наш продукт развивать. И вот третье, когда мы проходим в режим команды-команд, вот здесь одной из основных проблем является создание контекста и взаимоотношения между разными потоками и разными зависимостями внутри команды. У меня с 2016 по 2019 год под моим управлением был аккаунт, в котором работало больше 50 человек. И проблемы с коммуникацией и взаимодействием я наблюдал прямо находясь в этом проекте. Потому что когда много людей начинают взаимодействовать друг с другом, там нужно очень системно организовывать потоки информации. И одна из вещей, которым я научился из этого опыта и из других активностей, это то, что очень важно делиться информацией с коллегами не в пул-режиме, когда они из тебя вытягивают информацию, а в пуш. И есть определенный навык и секрет к тому, как это делается. Если вы просто будете делиться тем, что вы сделали каждый день внутри команды, это уже будет польза. Но если это делать и рассматривать это как сериал, в котором есть какая-то история за пределами ежедневных обновлений и статусов, то тогда все становится намного интереснее. Потому что тогда ваши коллеги и те, с кем вы работают, начинают улавливать центральную тему и нити с того, что вы делаете. Например, вы работаете над какой-то функцией, если вы программист. Или у вас грядет подготовка к большой регрессии, если вы работаете в QI. Или вы работаете над улучшением какого-то процесса, если вы project manager. И наблюдение о том, что у вас происходит, как вы к этому подходите, и как вы изо дня в день системно кладете усилия в то, чтобы эту инициативу продвинуть вперед, это создает общий контекст для команды. И это позволяет всем принимать лучшие решения и быть эффективнее, как единое целое. Немножко в контексте о принятии решений. Возвращаясь к развитию карьеры и развитию вас самих, наличие контекста и понимания, где вы находитесь внутри команды, как то, что вы делаете, является вкладом в общее, позволяют вам понять, куда и как лучше вкладывать свои усилия по личному развитию. Вы можете решить, что окей, я сейчас делаю вот эту часть работы, но я вижу и мне интересно то, что делает вот эта команда. И, соответственно, получая контекст из того, что они делают, как они делают, с какими проблемами они сталкиваются, вы можете намного эффективнее понять, кому из них сходить, с кем из них посоветоваться, и как вам потом самим начать прокачивать эти навыки. Поэтому, делая это сами и тем самым побуждая других обмениваться статусами и тем, что происходит, вы создаете информационный контекст, который становится для всем полезным, потому что кому-то будет интересно то, что делаете вы, и как вы это делаете, как вы к этому подходите. Вот. Теперь про третью составляющую. Третья составляющая асинхронной коммуникации для меня – это взаимоотношения с заказчиком. Для меня все, что любое общение, которое происходит с заказчиком, оно помогает либо отстроить доверие, либо ему вредит. Есть такая интересная метафора от Тоби Людке – это CEO компании Shopify. Shopify – они вторые в мире, вторые в Америке e-commerce платформа. Первая – это Amazon, вторая – Shopify. И они предоставляют платформу для маленьких и средних бизнесов для построения своего онлайн-магазина и предоставляют всю инфраструктуру, которая этим магазинам нужна, как веб-сайт, так и возможность принимать платежи. При этом они своего брендвика нигде не составляют, но являются очень эффективным партнером для этого. И компания росла только за прошлый год, они выросли на 130% в своем valuation на рынках. Так вот, то, что CEO этой компании сказал, это он представил такую метафору. Когда человек, новый человек, приходит в компанию, или когда мы начинаем взаимодействовать с новым клиентом, у нас есть батарейка доверия, и вначале эта батарейка находится на 50% заряда. И каждый раз, когда мы что-то обещаем и делаем, каждый раз, когда мы создаем хорошие вопросы, каждый раз, когда мы держим их в курсе о том, что происходит, батарейка эта заряжается. Каждый раз, когда мы обещаем и не делаем, каждый раз, когда мы обманываем или еще что-то делаем, эта батарейка существенно снижается. И чем больше заряд у этой батареи, тем легче коммуникация, тем проще взаимодействие, тем проще договориться о каких-то сложных вопросах, которые возникают. К чему я это говорю? К тому, что когда мы общаемся с заказчиками, и когда мы разговариваем и задаем вопросы, и когда мы делимся тем, как мы думаем о чем-то, мы помогаем заряжать эту батарейку. И тут, как я считаю, есть не только составляющая того, что мы делаем. То есть мы делимся информацией, но еще и как мы это делаем. Я работал с несколькими из наших PM-ов по поводу того, как мы можем улучшать взаимодействие и так далее. У нас есть PM-школа в ДТАРТе прекрасная. Но я еще недавно нашел очень замечательный курс на Coursera, который связан с бизнес-письмом. Я вам тоже поделюсь. И там очень большая секция уделяется тому, как вы организовываете текст. И возможность предоставить четкий список того, что вы сделали, обозначить вопросы отдельным параграфом, вести полностью сформированную мысль в том, что вы доноситесь в письменном виде. Видите, оно для читателя является высказыванием уважения к их времени и их вниманию. Потому что когда кто-то читает ваше письмо, которое хорошо структурировано, или ваш статус, апдейт, или ваши вопросы, и вы подумали о том, как сделать для них простым и удобным потребление этого контента и ответ на него, это повышает доверие к вам как к специалисту. И она показывает, как вы к этому хорошо подошли. И вот эти навыки, структурирование, эти навыки записывания и коммуникации, они не появляются сразу. Нет такого, что вот их не было, а потом они нет. Как Катя говорила, это вопрос системного, практического применения одного и того же изменений изо дня в день и попытки понять, что сработало, что не сработало. И мой призыв к вам, это то, что вы начнете это делать сейчас. Потому что, возвращаясь к совету Скотта Адамса, письменная коммуникация вам пригодится в жизни. И умение структурировать и писать, и думать вслух, и полностью сформировать мысли, она нужна как для взаимодействия с командой, так и просто для того, чтобы не до конца сформированную мысль сформировать полностью и тем самым подумать вслух. Вот, на этом, как это, мое подготовленное выступление я заканчиваю. Я хотел как можно больше времени оставить на вопросы, поэтому давайте посмотрим, что вы хотите задать. Александр, вас спрашивают, что за картинка за спиной спикера? Там комикс какой-то? Дилберт, я в своих заметках пришлю. Там прекрасная фраза, я вам прочитаю вслух. Мне нужен бюджет для моего нового проекта, но у меня нет для него скопа. Хорошо, мой эстимейт 3 млн 583 тысячи 729. Но ты же ничего не знаешь про проект. Это делает нас таких двое. Ну, просто про реайки, и этот комик у меня висел в Вирджинии Бич, поэтому я воспоминания и континьюти решил повесить сюда. Александр, а кто вы по образованию? У меня два образования. Я окончил ВИФТ, это Воронежский институт высоких технологий, и окончил Воронежский государственный университет с переводческим дипломом. То есть у меня иностранные языки и IT. Спасибо. Александр, подскажите, как вы выходили из зоны комфорта, чтобы заставить себя обучаться и достигать своих целей? Я продолжаю с них выходить. Мне недавно читал книжку, и там была прекрасная мотивация, связанный с тем, что мы начинаем какие-то вещи, мы не всегда начинаем какие-то делать вещи, потому что у нас есть мотивация их делать. А иногда мы что-то начинаем делать, и потом у нас появляется мотивация. Поэтому тут иногда не нужно ждать, что придет вдохновение что-то сделать, а нужно просто начать делать, и оно потом появится. Индустриальное мое накопление знаний, я сейчас себе поставлю не больше одной статьи в день, потому что иначе будет слишком много, но часто я начинаю одну делать и потом увлекаюсь. И это такие ментальные хаки, как себя потихонечку сказать, там всего чуть-чуть будет, а потом увлекаешься, и как-то оно пошло. Самое страшное – начать. И вот как раз про начало следующий вопрос. А с чего вы начинали путь в IT? После университета у меня есть очень хороший друг Денис, и мы с Денисом открыли свою компанию. Сначала мы строили в Воронеже путеводитель кафе и ресторанам. Это был тогда инновационно, 2008 год. Мы делали что-то на Ruby on Rails, проходили, продавали, пытались контент. Вот эта штука у нас провалилась с тревком через 18 месяцев. Но пока мы это делали, нам для того, чтобы начать как-то генерировать деньги, мы начали делать сайты. И так у нас появилась веб-студия. Причем веб-студию с 2009 года мы начинали фокусироваться на мультивариантном АБ-тестировании и помогать клиентам оптимизировать сайты. То есть мы работали с компанией, которая драйвила трафик на сайты, а сами занимались оптимизацией полным менедж-сервисов для ведения. Компанию мы продали в другой веб-студии два года спустя, и я пришел работать в DataArt. То есть я сразу в IT нырнул. Александр, и вот как раз про DataArt. Ребята задают вот какой вопрос. А чем ваша компания отличается от других? Ну вот я сейчас, когда мы находимся в состоянии, когда заказчики работают, потенциальные заказчики рассматривают нас и кого-то еще, есть какие-то области сравнения. Есть компании, которые исключительно такие рекрутинг-агентства. То есть заказчики хотят просто нанять людей и сами менеджеры с ними, работают взаимосвязь. Мы не такие. Мы нанимаем людей в DataArt, они работают в DataArt, и они работают над разными проектами. И у них есть саппорт-система из всего DataArt. Там можно пойти и к специалистам, и поучиться, и повзаимодействовать. И вот вчера разговаривали с сетевой очень большой публичной компанией. И он говорит, это очень круто. Это значит, что люди, которые у вас работают, они будут с вами работать дольше, они будут понимать value от этого. Действительно, те люди, с которыми я в 2011 году, когда пришел и начал взаимодействовать, многие из них до сих пор в DataArt, это вообще прекрасно. Второе, это как раз индустриальная специализация. Мы когда в 2012 году начали делиться, то есть мы выросли достаточно большие, что нам было сложно как одной большой компании, нам нужно было какое-то разделение. Мы стали фокусироваться как раз на разных индустриях, и это очень помогает, потому что когда мы приходим, ну, например, к travel клиенту, и мы понимаем то, как работает продажа отельных номеров через все системы, от системы, которая сидит в самом отеле, до там Central Reservation System, GDS и так далее, и так далее. И какие сервисы, какие проблемы на разных этапах, где там взаимоотношения, какие игроки, как с этими игроками сделать, у нас там 300 разных интеграций, которые мы сделали за последние пять лет. Разговор переходит на уровень уже бизнес-задач и бизнес-проблем, а не сколько стоит нанять одного человека, потому что мы помогаем им просто не волноваться о каких-то задачах, потому что мы имеем опыт релевантный, который им помогает закрыть. И вот опять же, там, сочетание навыков, размеры, достаточно большие проекты, отличные инженерные навыки и домен, они помогают, это сочетание помогает нам быть очень конкурентоспособными. Несколько вопросов о вашем видении того, как работают PM-ы. Вопросы три сейчас, их все зачитаю. Первый. Является ли для PM-а важным скиллом именно навыки программирования в скобках кодинга? Важно ли для PM-а быть тестером, девелопером в прошлом? И, Александр, какой у вас был уровень английского в начале работы PM-ом? В вакансиях джуниоров пишут, что нужен уровень не меньше upper-intermediate. Но ментор на курсах говорила, что для начала хватит и базы. Начну с последнего. Английский по всем нашим внутренним оценкам и по собственному ощущению и комфорту я знал свободно. Поэтому тут, не знаю, не очень показательно, но мне кажется, английский язык и вообще общие коммуникационные навыки за пределами английского – это то, что PM очень важно прокачивать, потому что PM работает и на команду, и на заказчика. И PM нужно понимать и взаимодействовать с людьми очень эффективно. А про опыт программирования, тестирования. Я знаю многих PM-ов в DataArts, которые так начинали. Я знаю, у меня в командах один из аккаунтов, который у меня когда-то был, как я, project manager, я передавал team lead в тот момент, и этот team lead потом стал project manager. Это полезный навык. Другое дело, что когда вы переходите и в какой-то момент перестаете ходить или перестаете тестировать, то тут важно уметь отпускать. Есть несколько хороших книжек по менеджменту. Вот Майкл Лоб очень хорошие книжки пишет, и у него есть книга «Managing humans», и еще недавно вышла «Art of Leadership». А еще есть очень известная и очень классная книжка по менеджменту Энди Гроува. Собственно, вот эти всякие там сейчас современные веяния вокруг objectives и key results, и то, что нужно проводить one-on-one и прочее, оно пошло из практик, которые были внутри интела. И Энди Гроув как раз был тем человеком, который их вводил. И у него есть книжка, она у меня вот сейчас... Где она у меня? Так, я ее куда-то положил. Хайпт-менеджмент. Сейчас, секунду, я вернусь. Вот, замечательно. Если вы на менеджерском пути, про middle management лучше книжки я не знаю. Очень рекомендую. Она, по-моему, есть переведенная, поэтому если английский сейчас не очень хороший, то поищите книжку Энди Гроува, она просто прекрасная. А соотношение полезных советов к общему контенту очень высокое. Вот. Александр, задают вот какой вопрос. Что делать, если ты интроверт, и тебе тяжеловато общаться с людьми даже по проекту? Первое. Я как раз про письменную коммуникацию говорил, потому что это... А не про устную, потому что пересиливать себя с интровертивной точки зрения в публичное сразу это тяжело. Я в прошлом году прочитал Сюзан Кейн про книжку как раз, как я считаю, выражение любви к интровертам. Из интровертов получаются одни из лучших руководителей. Потому что интроверты или лидеры команд, и я знаю многих им лидов внутри DataArts, которые интроверты, и они дают своей команде развернуть крылья и показывать. И если среди них есть более экстравертные коллеги, они многие на себя берут какую-то коммуникацию. Интроверты прекрасны, потому что интроверты намного более эффективно слушают. Они собирают много информации из окружающей среды, и они внимательно думают. Они тратят время на то, чтобы сформировать мысль и донести ее эффективно и системно для окружающих. И тут скорее вопрос не как интроверту себя пересилить, а скорее как создать среду такую внутри команды, которая работает, которая позволит им себя проявлять в тех вещах, где они сильны. И я считаю, что у нас получается во многих командах это делать за счет того, что просто как устроено, и вообще в принципе войти, если работает команда, там есть время на то, чтобы замедлиться и подумав рассказать. И тут скорее рекомендация к экстравертам в аудитории, это то, что иногда нужно просто молчать и послушать, потому что наши коллеги, которые интроверты, они чаще намного более глубокие и продуманные решения привносят, и нам нужно просто их внимательно послушать и помочь им это донести до остальных. Александр, где жизнь в США больше всего пришлась по душе? Смотрите, я когда был студентом по обмену вот в этой программе, я жил в Техасе, то есть я сейчас, можно сказать, вернулся туда, где я был, я нахожусь в четырех часах езды от того места, где я ходил в школу. И как бы Техас мне нравится, но четыре года в Вирджинии Бич, когда я за 20 минут мог доехать до пляжа, до сих пор мне остаются теплые воспоминания о том, как там было прекрасно. Поэтому пока из всех мест, где я жил, мне Вирджинии Бич очень нравилось. В Далласе, правда, возможности для нетворкинга, для развития, для взаимоотношений и участия в разных ивентах там и прочее намного больше, чем в Вирджинии. В Вирджинии, кстати, более спокойный город. В Нью-Йорке у меня просто три ребенка, а в Нью-Йорке с детьми в самом очень, это слишком интенсивная жизнь для нас, и многие переезжают куда-то в пригороды. Вас спрашивают, как сильно карантин повлиял на IT-сферу? Ускорил очень много трендов. Вот почему я опять выбрал тему про коммуникацию? Потому что я вижу, как многие команды сейчас ушли в режим распределенной работы. Если раньше все ходили в офис, то сейчас мы говорим, окей, мы им тоже Shopify, они сейчас digital first. Facebook говорит, ребята, можете не возвращаться в офис. Twitter сказал, ребята, до конца года все работаем из дома. И все больше компаний, которые технологически, они понимают, что мы можем примерно так же эффективно работать из дома. И тут, когда карантин начался, я начал как можно больше читать про, как себя ведут компании, которые изначально были распределенные, где все сотрудники работали из дома. И вот Basecamp очень хороший пример. Они, правда, небольшие. У них сейчас 60 человек всего, но они очень много и давно об этом думают. У них есть книжка под названием Remote про удаленную работу, которую они еще в 2012 году написали. Еще одна компания, на которую я смотрел, это Automatic. Это компания, которая поддерживает бесплатный WordPress и хостит WordPress.com, хостит Tumblr, они их купили. И вот их CEO Matt Mullenweg в какой-то момент, где-то в конце марта, поделился мыслью о, как это называется, 5 уровней автономности компании, когда это касается удаленной работы. И он там ведет градацию компаний от компаний, которые вообще не подготовлены к тому, чтобы работать из дома, компаниям, которые работают из дома и в распределенном состоянии лучше, чем любая компания, у которой есть офис. Очень интересная градация, и там принципы есть разные с тем, как это улучшать. И для меня сейчас как раз момент происходит, когда все больше и больше людей начинают понимать о том, как организовывать распределенную работу, и многие смотрят на IT. Именно поэтому, например, у Zoom, у Slack, у Microsoft Teams бешено растет количество юзеров сейчас. И то, как эти практики вносятся в работу, для меня очень интересное наблюдение сейчас, потому что многие пытаются повторить в распределенном состоянии то же самое, что происходит в офисе, и это не совсем правильно. А гораздо правильнее принять то, что люди могут и будут работать, находясь дома по своему расписанию, и начинать смотреть, как можно обмениваться эффективной информацией, и как можно делать так, чтобы фокус был на, собственно, результатах труда, а не то, как там каждый индивидуально что-то делал одновременно с друг другом, сидя на работе. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Саша, ну вот, мне кажется, связанный с этим вопрос, на основе чего строится работа внутри команды? Может быть, какие-то книги посоветуете? Я вот про диджитал проекты, любое создание любых систем, я очень рекомендую вот этот диджитал профессиональный body of knowledge. Оно является хорошей отправной точкой о том, как современные эти проекты делать. Там и про девопс, там и про организацию труда, и про планирование, и про то, что разумно делать, на каких уровнях размера команды. Потому что делать какую-то сложную систему, портфолио менеджмент, когда вы находитесь в стартап, это неразумно. А когда вы находитесь в команде команд, то там приоритизация и бюджеты начинают уже иметь серьезную роль, потому что у разных людей разных контекстов это все собирать воедино, важно и нужно. Документ долгий и очень емкий, по-моему, 300 страниц, я не помню, я в прошлом летом его читал, но очень полезный с точки зрения прочитать и проникнуться, очень хороший. Вы можете посоветовать приложение или сервис, которые упрощают работу в команде? Я слышал о Todoist, насколько это удобно в реальных задачах. У меня долгое время среди коллег была репутация человека, который привносит разные тулы. Примерно года два назад я переключился и стал всегда двигать в сторону одного тула, потому что мне надоело, что мне говорят про разные, я думаю, это теперь у меня репутация того, кто всех запаскивает в Microsoft Teams. На самом деле инструменты, они хороши в том, что они фасилитируют какой-то процесс, и выбор инструментов часто зависит от потребностей команды. По умолчанию внутри проектных команд DataArts мы, например, для разработки менеджмента требований и прочего используем Confluence для информации внутри команды, Jiro для трекинга задач. Часто в качестве чатов у нас возникает, там, вы выберите свой, либо Slack, либо Teams, либо Skype, там, в зависимости от того еще, чем заказчик пользуется. И плюс еще всякие там какие-нибудь тест-треки для Aqua. Про это, мне кажется, люди, которые будут выступать после меня, дальше могут рассказать больше. Мне еще интригует Basecamp, но он не для реалии DataArts, потому что он больше настроен для компаний, которые small и medium бизнес. Кстати, посмотрите, если вы работаете в маленьких командах или там в небольших группах, если там до 50 человек, директор по стратегии Basecamp, Ryan Singer, написал замечательную книгу, которая доступна публично, и описывает то, как они работают с точки зрения формирования скопа и процесса. Это называется ShapeUp, и она очень дает хорошую систему, которая цельная и полностью себя описывает по тому, как строить небольшие проекты. И с точки зрения продакт-менеджмента хороша, и еще хороша тем, что он дает очень много автономности командам, которые работают, принимать решения, как делать детали. Я это все потом в ссылке вам сброшу. Очень просят повторить, как называется статья Скотта Адамса. Это не статья, это называется штука Career Advice, Скотт Адамс, она на Дилберт-блог. Давайте сейчас опубликуем ссылку, хотя можем мы вот ссылку на материалы, и может быть, тогда часть вопросов попадут, я потом туда добавлю еще ссылок. Ага, хорошо, то есть все эти материалы, они будут в ссылочке, я ее положу в канал. Ребята, не волнуйтесь, все будет. Нет, можно, если мы сейчас можем опубликовать, то здорово, потому что тогда вопрос может отпасть. Хорошо, хорошо, сейчас я сделаю это. Вот, а сначала зачитаю вопросы, которые касаются того, как ты ведешь заметки. Вопросы следующие. Есть ли у вас собственный стиль ведения заметок, как вы к нему пришли? Бумага или цифровой формат, ну, для заметок, само собой? Что вы думаете о MindMap и используете ли вы эту технологию? Recency bias. Начинаю с конца. MindMap очень люблю, прекрасно, потому что позволяют выстроить визуально как все взаимоотношения. Мне даже больше нравится просто набрасывать информацию, потом начинать стрелочками, потому что у MindMap есть ограничения, то, что они сильно иерархические. А как это иногда нужно просто набросать. По заметкам, из недавних влияний я прочитал про прогрессивное, про progressive summarization, называется техника, про то, и это повлияло на то, как я читаю статьи сейчас. Там идея в чем? Каждый раз, когда мы возвращаемся к какому-то материалу, мы делаем все более емкую репрезентацию этого материала. Первый раз, когда я читаю, я, как правило, просто прохожу и подсвечиваю то, что мне интересно и заинтересовывает. Второй раз я делаю, среди тех, что я подсветил, я выделяю еще отдельно то, что наиболее важно из этого и полезно, и потом начинаю к этому добавлять заметки. Потом это уже своим языком что-то перефразировать и сказать. И таким образом, каждый раз, когда я возвращаюсь к материалу, происходит его еще одна переработка. Еще, как вы, наверное, все увидели, я сейчас начал пользоваться Rome Research. Это достаточно новый продукт, и он интересен тем, что позволяет, во-первых, структурировать знания. Тут все практически в иерархии находится, но каждый bullet point, который там находится, на него можно ссылаться из других источников. И когда я готовился к этой презентации, например, я это сделал в течение нескольких дней, и я, как правило, смотрел, окей, какой у меня был вариант вчера, что я могу еще интересно набросать, и я брал ссылки и, можно сказать, просто копию того, что было, вставлял, и начинал ее уже дополнять другими факторами. Было очень удобно. А вообще, сначала записываем, потом разбираемся, потому что мысли, они такие, они там убегают, и потом их забываешь. Гораздо проще работать с тем, что есть написанное уже, и потом это перерорганизовывать. Нет, ничего страшного в том, чтобы что-то переписать пару-тройку раз. Даже полезно бывает. Александр, вас спрашивают, что было интересного в работе с Microsoft? Что скажете об Azure? Сейчас мы, конкретно с Microsoft я помогаю на пересечении Microsoft и Travel, и Microsoft и Южный США. Microsoft и Travel у меня пересечение такое, что у нас есть ряд клиентов, для которых мы делали работу, и делали работу, в том числе в Ажуре. И там мы использовали технологии, которые были в тот момент новыми или сейчас становятся новыми. И Microsoft интересные специалисты, которые понимают и знают и имеют практический опыт взаимодействия с их платформами. Нам интересно, чтобы Microsoft рекомендовал нас своим клиентам или с теми, кому они взаимодействуют, для того, чтобы мы пришли и помогли что-то делать на Ажуре. Поэтому тут взаимодействие такого плана происходит. У Microsoft сейчас большой фокус на их BI-сервисы и то, что связано с Data Management. И у нас есть огромная, очень классная компетенция людей, которые как в продакшен, так и на стороне solution consultants. И очень много взаимодействий идет в этой области. Александр, когда вам было 18-19 лет, какое будущее вы себе представляли? У меня в одной из версий вводного слова к вам было про то, что когда я пришел в Data Art в 2011 году, я понятия не имел, чем я буду заниматься в 2020. То есть у меня было какое-то общее, наверное, я тоже буду продолжать работать в IT и какую-то клиентоориентированную работу делать. Но деталей я не знал. Есть общие интересы и общие направления, и общие интересы были всегда на каком-то пересечении между решением интересных проблем, технологиями и взаимодействиями с командами. Мне очень нравится работать в командах, мне очень нравится отлаживать коммуникацию этих команд и повышать их эффективность, и вместе достигать какие-то сложных задач. Два вопроса, которые касаются темы профессионального выгорания. Сформулированы следующим образом. Вы долго работаете в схожей сфере, project manager. Было ли у вас профессиональное выгорание? Если да, как с этим справлялись? Все время быть мостом между компанией и клиентом – это очень утомительно. И второй вопрос такой. Когда начали работать, часто ли были промежутки выгораний, и как вы с ними справлялись? У меня роль менялась примерно каждые три года, и такого выгорания не случалось. Но иногда бывает, что устаешь, иногда бывает, что достаточно интенсивно. Но это, скорее, вопрос личного планирования, оценки того, что лично можешь позволить себе. Для того, чтобы делать качественную работу, нужно выделять достаточно времени на то, чтобы ее делать. Пытаться делать очень много вещей одновременно, что у меня иногда возникает. Это и симптомы выгорания. Это как раз хорошая обратная связь к тому, что нужно на меньше соглашаться, а больше деливерить из того, что можешь сделать. Поэтому я всегда стараюсь еще и пытаться научиться чему-то новому из того, что я делаю. И за счет этого получается очень интересно все. Про обучение три вопроса. Лучшее обучение через ошибки. Поэтому подскажите, пожалуйста, какие у вас были ошибки и как вы их решали? Каждый день какое-то что-то происходит. Вопрос обратной связи. У меня из больших и запоминающихся, ту, которую я до сих пор переживаю, это про фокус на качество. Однажды я позволил заказчику убедить нас запустить версию, которую мы не считали полностью оттестированной. Она была хорошо, и там были минорные какие-то issues. Но так как это был первый запуск системы, и первое впечатление, которое сложилось с пользователями, оно было небольшое, немного негативное. Потому что это была внутренняя система, они задействовали, потом мы все стабилизировали. Но я считаю, что если бы мы смогли передоговориться и провести еще один раунд регрессии, то первые изменения и первый заход был бы намного более успешным. Потому что первые впечатления здесь имеют очень большое значение, особенно когда мы запускаем новую систему, и особенно если это то, над чем мы работали долгое время. Вот с тех пор я чуть больше стал давить на качество, что очень коррелирует с тем, как мы работу делаем вообще в принципе. Вопросы про образование. Следующие. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об образовательном туризме? Работали ли вы в этом направлении? И второй вопрос. Какой вы можете дать совет школьникам, выпускникам и студентам учиться в России или же стремиться поступить в иностранный вуз? Где, по вашему мнению, выше уровень подготовки в области IT? Про образовательный туризм и вообще про туризм в целом. Причина, почему я работаю в тревеле и продолжаю работать. Почему мне это интересно? Потому что я вижу невероятную пользу от того, как меняется взгляд на восприятие окружающего мира, когда вы попадаете в другую культуру. И способность путешествовать, будь то для образования или просто для того, чтобы посмотреть другой мир и желательно побыть какое-то время больше, чем несколько дней и пообщаться с местным народом, понять, как они думают и что они делают. Они очень помогают понять, насколько мы все разные, но в то же время, насколько мы все одинаковые. Как с этим взаимодействовать? Про образование мне комментировать сложно. Я считаю, что я получил отличное образование, и оно мне дало замечательный старт. Вот, я вижу среди наших специалистов из всех офисов, в которых мы работаем, отличных специалистов. И тут, мне кажется, основной мой комментарий – это есть среда, в которой вам учатся, и есть люди, с которыми вы взаимодействуете. И какая-то среда позволяет вам учиться лучше, но в конечном итоге вы учитесь сами. И насколько вы хотите научиться, и что вам интересно, и как вы идете в соответствии с своими увлечениями, и как вы продолжаете копать и идти за пределы к теме наших бонусных вебинаров внутри Детарт-практики, оно является очень важным фактором во всем этом. И сейчас, как никогда, доступность лекций и практических заданий мирового уровня стала доступным. Посмотрите на Курсеру, EDX и другие ресурсы, где можно получить просто восхитительный контент и очень качественные материалы. Поэтому сейчас просто нужно хотеть и понимать, что вам интересно дальше учить. Вопросы, связанные с релокацией. Вы сказали, что у вас трое детей. Расскажите, пожалуйста, хотя бы в нескольких словах, трудно ли было постоянно переезжать с таким семейством? Как семья на это реагировала? И второй вопрос. Когда слышу подобные захватывающие истории о релокейтах по работе, всегда задаюсь вопросом о семье. Другой человек спрашивает. Не составляло ли труда переезжать в разные точки несколько раз? Ну, в обоих случаях жена моя мой герой. Вот, потому что очень много на нее легло, связанных там с детьми. И когда мы переезжали в Штаты, с точки зрения карьерной, ей пришлось поставить на паузу свою карьеру. Поэтому это было сложно. Переезжать я не люблю, потому что это достаточно большой стресс. Надо же все собрать, найти, куда мы переезжаем, как и так далее. Но общая мобильность Штаты достаточно высокая. Люди, с которыми мы пересекаемся по работе, они достаточно часто куда-то переезжают в несколько разжения. Ну и, коллеги, у нас остается буквально одна минутка для того, чтобы задать какой-нибудь совершенно потрясающий из вопросов. Александр, очень много вас спрашивали и очень много здесь про что есть поговорить еще. Что же выбрать, что же выбрать? Ну, вот, например, такой остался у нас вопрос, опять же, про PM-ов. Какое образование приветствуется для PM-ов? Является ли высшее образование необходимым для приема работы? Из чего начать учиться PM-у или менеджеру? Я встречал очень успешных PM-ов, которые вышли и из разработчиков, и из QA-специалистов, и из людей, которые занимались менеджментом за пределами IT. Вот. В нашей области полезно понимать технологическую составляющую, потому что, так как PM часто является пропускной составляющей между командой или командой, которая занимается pre-sales, то понимать базовую составляющую технологическую все-таки полезно. И это можно выучить. Я знаю коллег, которые пришли в DataArt и были достаточно далеки от IT, и в течение времени освоили достаточно, чтобы... Know enough to be dangerous. Так что по образованию тут, скорее, достаточно индивидуально. Тут больше влияет различный опыт, который получали. Александр, скажите, пожалуйста, есть ли у вас возможность еще в течение, ну, может быть, 7-8 минут поотвечать на вопросы коллег, или мы сейчас будем уже финалить ваше выступление? Давайте. Мне кажется, к нам подключился... Сейчас скоро подключится Дима Багров, и у него тоже очень интересное выступление. А со мной, я думаю, что мы можем придумать какой-то асинхронный способ ответить на ваши вопросы. Я какое-то время уделю на этой неделе, еще подвечаю в письмном виде. Тогда все заданные вопросы мы отправим Александру и опубликуем. в нашем канале летней ознакомительной практики. Александр, зачитаю сообщение, которое было вам отправлено. Спасибо огромное, Александр. Очень четко озвучены мысли, очень интересно, сжато. Спасибо, что поделились вашим опытом. Удачи вам в ваших делах. Вам спасибо, и вам, ребята, удачи. И на самом деле вы огромные молодцы, что вы выбрали поучаствовать в нашей программе. И мы со своей стороны, мне кажется, все, кто участвуем, очень стараемся для того, чтобы вы каждое выступление нашли очень полезным, и из него что-то практическое могли применить в развитии своей карьеры. Спасибо всем.